ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Я Максим Сподоренко, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион Европы по объективе Кубка мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 декабря я буду боксировать с Жорой Акопианом. Этот бой называют боем года. Мы надеемся, что оправдаем ваши ожидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем зрителям приятного просмотра. Будет жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, встречайте, спортсмен в синем углу октагона Максим Сподоренко! И у нас совсем скоро начнется главный бой по кикбоксингу на турнире. БФС-65 его уже окрестили в интернете не только главным боем, главным противостоянием. Лучшие бойцы Белоруссии в этой весовой фишкоре, это Максим Сподоренко и Жора Акопиан. Будут сегодня выяснять, кто же из них номер один. И сейчас в синий угол готовится выйти именно Максим Сподоренко, представляющий Республику Беларусь. 29 побед, 11 поражений. Для него это 41-й бой на профессиональном уровне. 180 сантиметров рост и 28 лет. Максиму посмотрим, ожидаем его в октагоне. Всем привет! Меня зовут Жора Акопиан. Мне 23 года, тренируюсь в клубе гриддинг-джим. 23 декабря я буду боксировать в прайм-холл. Мой соперник Максим, довольно опытный парень. В нашей республике довольно редко проходят такие бои, поэтому не пропустите. Встречайте, его соперник в красном углу октагона, Жора Акопиан! Итак, дамы и господа, спортсмен в синем углу ринга. Его вес 70 килограммов 400 граммов, возраст 28 лет, рост 180 сантиметров, профессиональный рекорд, 29 побед и 11 поражений. Максим Сподоренко! Его соперник в красном углу. Его вес 70 килограммов 300 граммов, возраст 22 года, рост 179 сантиметров, профессиональный рекорд, 20 побед, 1 поражение. Жора Акопиан! Пожали руки, внимательно слушаем команды, правила не нарушаем. Удачи! Я напоминаю, дамы и господа, что это бой года на BFC 65. Начинается первый раунд нашего главного боя по кикбоксингу сегодняшнего вечера на BFC 65. Добавил сайт шоу. Колец! 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 Шоу! Качник, качник, колец! Отбегаем! Как мы можем заметить, уже бойцы провели большое количество боёв на профессиональном уровне и это очень даже видно, да? В сравнении с молодыми ребятами, вот сейчас было опасно и хорошо попадает Джора Акапян. Всем показалось, что Максима Спадренко оказался в нокдауне, но нет, только показалось, показывает Максим. Ох, какой мощный удар от Джора Акапяна, он по защите, но удары этих ребят по защите тоже приносят очень сильный урон. Акапяна пробует пробить Спадренко по защите, все видит Акапян. И атакует Жора, показывает Максим, что скользко, скользко. Акапян, конечно, столько уже жарких поединков-то прошло. Раздёргивает Акапян своего соперника. Эй. Колен! Оба находятся в центре октагона, оба прессингуют, никто не пяжеся назад. Два сильных техничных бойца у нас сегодня в главном бою вечера по правилам кикбоксинга. Жора Копян уже давно тренируется в Беларуси, в Кубе Гридзин Джин, Максим Спадаренко тренируется на Маханковке в Кубе Клабе. Как бойцы зарубили, да, после гонка даже они могут остановиться. Накал страстей громаднейший просто, одно загляденье наблюдать за этим боем. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Кубе Гридзин. Начался второй раунд нашего поединка по правилам кикбоксинга. Мы уже заждались, целую минуту ждали, когда же продолжится этот бой, потому что очень красивый, очень изделичный. Два сильнейших бойца находятся сейчас в октагоне. Напоминаю, что BFC проводит, боится кикбоксинга также в октагоне. Возможно, кому-то это в новинку, но вот такой у нас формат. Уже более 15 турниров этих прошло, и бойцы, которые представляют кикбоксинг, даже выражают какую-то благодарность и удовлетворение после боев клетки. Два мощных флоу-кика от Погоренко. Уже не так часто атакуют бойцы. Уже немного подустали. Уже больше включается тактика ведения боя. Зря удар никто не выбрасывает. Сматривает эту дуги. Ищут слабые стороны и туда наносят удар. Сматривает эту дуги. По корпусу Мезет, Жора, зашел за спину, все надеялись, что будет бросок, а нет, это кикбокки. За 10 секунд осталось до конца второй раунда, он так попадает под аренду, что это сейчас происходит. Как обычно, в конце раунда, дайцы показывают для нас Жору, показывают, что готовы на все, для того, чтобы одержать победу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В первую очередь, я должен напомнить вам, что это был поистине бой года. В этом бою раздельным решением судей победу одержан Жора Акапин. Жора, Жора, не уходи, пожалуйста, мне хочется с тобой еще пообщаться. У нас есть как раз еще на это время. Жора, несколько слов. В первую очередь, шквал оваций в твою сторону от этого зала прямо сейчас. Жора Акапин. Нереально крутой бой. Очень, очень крутой тайминг. Я вообще видел такое только по телевизору. Это был лучший тайминг, я ever saw, и это был абсолютно отличный бой. Как твои ощущения после боя? Честно говоря, я думал вообще, первоначально, когда мне предложили этот бой, я думал, может быть, какой-то титульный, могли бы поистину сыграть. Я думал, 5 раундов будет, готовился на 5 раундов. Потом я узнал, что будет 3 раунда. Тем не менее, Максим серьезный соперник, и бой был нелегкий. Как говорит Андрей Сергеевич Гритин, мой тренер, благодаря тактике можно выиграть намного соперника, который сильнее тебя. Мне очень понравилось, как он сейчас сказал, я переведу его и тебя на наш обычный язык. Но мой соперник тоже хорош. Ну, это если очень вкратце. В принципе, у тебя есть возможность поблагодарить честно. Я бы, и я уверен, что все зрители и телезрители с огромным удовольствием смотрели бы этот бой все 5 раундов. Потому что и правда Макс был силен, вы были близки, это было ярко. Благодари, сейчас твоя минута, а можешь сколько, хоть полчаса. В первую очередь, хочу поблагодарить своего тренера, Андрея Сергеевича Гритина. Всю команду Гритин Джим. Максим Анатольевич Корольков, Ченки Залазова. За возможность провести главный бой, бой года по версии BFC. Очень рад, давно не бились. Также хочу поблагодарить всех в зале, кто поддерживал меня. Я их слышал всех. Всем огромное спасибо, что пришли. Я хочу поблагодарить Максим Анатольевич Корольков, Андрей Сергеевич, Гритин, и мою команду Гритин Джим, и все, кто поддерживает меня здесь. И мои поддержки из ТВ. И также я хотел бы посвятить эту победу своему народу, Армении. Хайрджан Дейравар. Друзья мои, я хочу с огромным удовольствием пригласить сюда в октагон людей, которых Жора только что, в принципе, упомянул. Некоторых это один из лучших спортсменов по версии К1 в мире Ченки Залазов. И главный директор, генеральный человек в BFC Максим Анатольевич Корольков. От лиги BFC хотелось бы сказать спасибо бойцам по-настоящему украшению года, настоящий бой года. Возможно, когда-то случится реванш, мы на них посмотрим еще раз. Возможно, каждый из них, я думаю, невозможно, проведет в октагоне еще немало ярких и красочных боев. Ну и огромный респект, спасибо всем зрителям. Спасибо Чингизу за то, что он дал возможность организовать этот бой. Двигаемся дальше, впереди 21-й год. Спасибо. Поздравляю Жора с победой. Надеюсь, всем понравился бой. Я думаю, ты будешь не против, если мы проведем реванш. Потому что, как знают, многие были свои нюансы в подготовке. Я думаю, будет лучше, если мы выйдем оба заряженные, оба здоровые и будет все хорошо. Всем хочу пожелать не болеть. Всех с наступающим Новым Годом. Думаю, реально этот год был ужасный. Надеюсь, следующий будет противоположно хороший. Всем спасибо. Максим с подаренкой. Быть реваншу, люди, аплодисменты!